Близкий родственник дыни и кабачка. Он выводит воду из организма, улучшает работу печени, сердца и почек. Эти сочные плоды люди начали выращивать еще 6 тысячелетий назад, а на своей исторической родине, у подножия Гималайских гор, они растут до сих пор в дикой природе. Сегодня тема нашей программы – огурец. На улице прекрасная погода, светит солнышко, и наша рассада уже подошла к тому моменту, что мы можем уже ее выращивать. Любовь Александровна Чистякова – кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории тыквенных культур Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства, ведущий селекционер агрофирмы «Поиск» по огурцу. Прошло 20-25 дней. Растение у нас достаточно крепкое, имеет хорошо развитую корневую систему. Большим нюансом является для высадки рассады – это температура почвы. Она у нас уже прогрелась до 16 градусов, и мы уже можем приступать к высадке. Мы начинаем с того, что мы подготавливаем почву для посадки. Для того, чтобы у нас не было в течение вегетационного периода заболевания, можно обработать почву трихоцином. Это биофунгицид, который помогает справляться с бактериями и грибами, которые находятся в почве, именно патогенными. Мы пролили, например, за один день до высадки рассады. Мы можем за пару часов это сделать, например. Вот таким образом мы пролили, чтобы субстрат у нас был влажным. Растение огурца хорошо растет при правильном выращивании именно в расстоянии между растениями. Оно не должно быть менее 30 сантиметров. Если у нас растение будет очень близко к труду горасти, у нас не будет проветривания. За счет этого будут накапливаться грибные заболевания. После того, как мы уже пролили, подготовили субстрат, мы делаем лунки. Глубина лунки у нас должна быть похожа на горшок. То есть мы таким образом откапываем, чтобы не повредить корневую систему именно в горшочке. Вот смотрим на наше растение. Никаких коричневых, черных пятен у нас нет. Растение у нас здоровое, совершенно готовое к высадке. Вот таким образом мы его выставляем. И ни в коем случае не заглубляем выше семидоний. Присыпаем торф, либо почву, которая у нас там имеется, и прижимаем. Аккуратно прижимаем, чтобы не сломать ни корневую систему, ни сам стебель. И опять же, вот смотрим, чтобы у нас где-то на уровне двух пальцев была почва до семидольных листьев. Если требуется приживочный полив, то есть этот полив сразу после высадки, немножко поливаем. И опять же стараемся не попадать на сами листья, потому что начинает скапливаться инфекция именно в капельках воды. Растение само показывает, что ему не хватает. То есть если ваше растение начинает бледнеть, становится более желтым, значит нужно подфармливать его именно азотистыми удобрениями. Если появляется кайма около листа, нужны калийные удобрения. Если лист принимает куполообразную форму, нужен кальций. После высадки рассады обязательно через три недели нужно подкормить. Подкормить можно водорастворимым удобрением наподобие фертики люкс. Хорошо тем, что можно его поливать именно им по листу и под корень. В удобрении есть весь комплекс элементов микро и макро. То есть это азот, калий и фосфор, которые необходимы для роста и развития и плодоношения растений огурца, но также и микроэлементы. Первоначально мы даем удобрение, которое стимулирует рост, то есть вегетативную систему. Это азотистые удобрения. Когда у нас начинается плодоношение, мы уже увеличиваем содержание калия и фосфора для того, чтобы у нас было обильное цветение и плодоношение. И, соответственно, когда у нас растение обильно плодоносит, мы тоже увеличиваем содержание фосфора и калия для того, чтобы растение так быстро старело. Поливаем в тот период, когда либо утренние ранние часы, либо вечерние, то есть, опять же, когда нет солнца. И обработки, и подкормки мы делаем тоже в то же самое время. Потому что если мы будем подкормить, когда у нас солнечная инсоляция высокая, то, соответственно, мы сожгем сразу же растение. Для того, чтобы хорошо выращивать, скажем так, правильно выращивать растения огурца, их нужно обязательно подвязывать. Подвязывать мы начинаем сразу же на следующий день после того, как мы высадили растение, чтобы наше растение не упало и не стало искривляться стебель. А вот здесь это, наверное, делается вот таким образом. Мы берем и делаем петельку под узлом. Петелька должна быть свободная, потому что со временем у нас стебель будет толще. После высадки рассады на постоянное место мы должны сделать так, чтобы наше растение росло больше вниз, чем вверх, чтобы оно сформировало больше крепкую корневую систему. Это делается каким образом? Есть такая процедура ослепления огурца. Ослепление – это удаление зачатков завязей и боковых побегов, которые у нас образуются в первых трёх узлах. Каким образом мы это делаем? Мы берём вот у нас первый настоящий лист, и всё, что тут выросло именно в узле, мы удаляем. Эта процедура позволяет усилить корневую систему. Наше растение укоренится, лучше, получается, адаптируется к этим условиям, и, соответственно, будет дальше расти. Залог урожая – это правильная формировка растения огурца. Можно убирать все боковые побеги, оставлять завязи только на главном стебле. Можно оставлять от плётки на один узел, и остальное всё удалять. Можно до половины растения удалять все боковые побеги, а дальше оставлять на один узел через полметра, например, на два узла. После того, как перекинули, опять же, убирать все боковые побеги. То есть формировок много. Секрет ещё небольшой, скажем так, у огурца – это то, что чем раньше вы начинаете собирать огурчики, тем быстрее и больше их нарастает. Вот это у нас один отплёток, а вот то, что вот один листик образовался, а вот это вот мы удаляем, это вот следующий получается отплёточек, таким образом. И мы в каждом узле оставляем такие отплёточки, которые дальше не растут. Соответственно, здесь у нас идёт плодоношение, и здесь плодоношение. Всё зависит от возраста растения и, соответственно, от условий. Тут есть особенность при подкормке. Например, стоит холодная погода, субстрат у нас влажный, а подкормить бы надо, да, ну, бывает такое вот состояние у растения. И, соответственно, мы используем некорневую подкормку в этот период. А когда у нас всё благополучно, то есть субстрат пересыхает, и тепло хорошо, мы можем поливать именно по корню. И корневая система огурца устроена так, что именно когда в холодную погоду не усваивается азот. И, соответственно, вот именно в чаще, когда вот, например, был какой-то промежуток недели, например, затяжных дождей, и мы видим, что наши растения там посветлели, там поменяли форму листа, и, соответственно, мы обязательно должны подкормить. Но если мы подкормим их под корень, эффекта не будет. Поэтому мы подкормим именно по листу. Основные вредители у растений огурца – это паутинный клещ, трипс, белокрылка, она достаточно редко встречается у как бы садоводов-любителей, но она бывает. И тля. Клещ обычно появляется в теплицах, где очень высокая температура и высокая сухость воздуха. Поэтому для того, чтобы не было клеща, можно просто механически поливать не только под растениями, но и поливать, например, в летний период конструкцию теплицы для того, чтобы повысить влажность. И клещ обычно появляется на нижней стороне листа. Он мелко-мелкий, такой микроскопический, его не сразу все видят. Видят его уже, когда уже появилась паутинга. Обычно это уже достаточно поздняя стадия. От вредителей есть прекрасный биологический препарат, который безвреден для человека и безвреден даже для пчел. Это препарат «Фитавир». Им можно обрабатывать просто даже для профилактики. Например, высадили вы свои растения, обработали этим препаратом, он без запаха. Через 10 дней повторили обработку. И уже 100% вы будете понимать, что у вас насекомых никаких не будет. После высадки рассады на постоянное место мы занимаемся уходными работами. Это вовремя поливаем, вовремя подкармливаем, формируем растения правильно и, соответственно, следим за наличием вредителей и болезней. Мы приступаем к самому приятному – это дегустация плодов. И еще раз наглядно говорим о том, что у нас огурцы бывают салатного назначения и для консервирования. Салатный – это вот у нас разная длина гладких огурчиков. Видите, они даже… окраски другой немножко, они более светленькие, нежненькие. И для консервирования это у нас гибриды «Дамский угодник» и «Форсаж». Огурец «Хрустляндия» и «Пекинский гурман» – это тоже можно отнести к салатным гибридам, но они тоже прекрасно маринуются и изготавливаются у них вкуснейшие салаты, которые используются зимой. Приступаем, наверное, с самого маленького такого, самого интересного – это хрустящий ломтик. Название у него говорящие – это небольшой огурчик, гладкий, очень нежный, ароматный и такой большой семенной камеры. Это у нас гибрид «Хрустляндия». Назван потому, что он хрустит. И кто помнит гибриды, это, например, Зазуля, вот это его родственник, такой вот замечательный огурчик. Он уже имеет тёмную окраску кожуру. Вот он даже при разрезе был такой определённый хруст. Это не предел данного огурца. Здесь где-то сантиметров 30. А так вырастает он в длину 45 и больше сантиметров. И в диаметре может быть 4-5 сантиметра. Яркая такая вот у него окраска, белые шипы, опушение вот это вот белое. Приступаем к огурцам, именно которые для консервирования. От салатных будет отличаться размер семенной камеры, плотность и эластичность кожуры. Огурчики небольшого размера специально созданы для того, чтобы хорошо помещались в баночку. Это вот гибрид «Дамский угодник». Сложное такое опушение, очень много бугорков. Зато за счёт этого он хорошо просаливается. Плотный, режется такой туговато. Вот такая вот у него мякоть внутри. И гибрид «Форсаж». Это крупный бугорчатый огурчик. Тоже прекрасно солится. Плотная мякоть. Вот видите, у него ровненькие. Тоже ни одного семени нету. Портонокарпики они этими отличаются. Желаю вам больших урожаев. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»!